МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже 4 года при комплексной специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 1 действует отделение адаптивной физкультуры. Дети с ограниченными физическими возможностями приобщаются к активным занятиям спортом. Культивируются такие виды спорта, как плавание, лыжные гонки, дзюдо, конный вид спорта. Работаем с группой детей слабовидящих и слабослышащих, с тренера-преподавателя высшей категории, прошедшие повышение квалификации по специальности тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Работаем с коррекционными школами 1-го и 2-го вида, это города Твери, и 3-го и 4-го слабовидящие. И работаем с детьми школы-интерната города Вышнего Волочка. Там у нас культивируются лыжные гонки. Занятие плаванием проходит в бассейне 49-й гимназии. Ребята с 1-го по 4-й класс, а также их более старшие товарищи, тренируются под руководством молодого наставника Дмитрия Савкина. По словам тренера, со своими подопечными он занимается так же, как с обычными детьми. Таких особых качествах не надо. Просто относиться к ним к детям по-особому тоже не стоит. Занимаюсь так же, как с обычными детьми. Есть, конечно, особенности в общении, а так, в принципе, ничего такого особенного нет. Ну, не замечая. Поначалу, конечно, было странно смотреть на этих детей, но со временем привык, и теперь кажется, что у них ничего такого особенного нет. Вы жестко требуете от них результата? Ну, поначалу даю возможность... Ну, конечно, первоначально ставлю дисциплину хорошую, чтобы на занятиях все было в порядке, чтобы мне легко было с ними заниматься. Но, естественно, это дети все-таки, надо отдавать должное этому. И, конечно, много уделяю времени играм детьми в конце занятия. К сожалению, соревнования для слабослышащих детей проводятся не так часто. Лишь дважды в год разыгрываются медали первенства России. Выход – состязаться с обычными детьми. Три с лишним года, именно столько Савкин работает с детьми-инвалидами, достаточный срок для того, чтобы говорить о конкретных результатах. Участвовать в общих соревнованиях с простыми детьми наравне с простыми детьми набирается опыта. В прошлом году ездили на чемпионаты первенства России по плаванию среди слабослышащих ребят. Ну, конечно, результаты показали. Показали разряды, выполнили нормативы. Там юнофские разряды выполнили. Пока вот так только. Всех детишек мы постараемся сохранить, чтобы они все остались, чтобы им нравилось заниматься плаванием. Самое главное, на самом деле, их удержать, сохранить. Потому что таких детей немного, если им надо заниматься. Никто не бросает? Ну, пока нет. Пока, конечно, единственное, старшие ребята, которых набирал 5-6 класс, они уже закончили школу некоторые и забросили плавание. Конечно, очень жалко. Витя, скажите, вот три года прошло. Можно как-то сравнить? Вот три года назад эти дети и сегодня в поведении, в общении. Как они изменяются благодаря спорту? Как вы считаете? Ну, конечно, изменяются. Мы вот каждый год проводим с ними лагерные сборы. То есть мы проводим городские лагеря школьные. Они там общаются с простыми детьми. У меня смешанная группа, там занимаются и просто спортсмены, и слабослышащие дети. Между собой находят общий язык. Очень хорошо лагают друг с другом. Собственно, в этом состоит миссия отделения адаптивной физкультуры. Адаптация здесь ключевое понятие. Инвалидов у нас не так много. И хочется, чтобы они в нашей жизни общались со здоровыми детьми. Их не считали ущербными ни в чем. Это, во-первых, учит общению, адаптацию к сексуальным условиям нашей среды. И чтобы они чувствовали себя такими же детьми, как и все. Чтобы они могут заниматься в спортивных школах, могут давать результаты. Могут постоять за свою область, город, за свою страну. Также выступать на Олимпийских играх, если кому-то повезет. В отделении адаптивной физической культуры КАЗДЮШОР номер один работают квалифицированные специалисты и просто неравнодушные люди, которые приглашают детей на занятия. Мы сейчас расширяем наше отделение и хотим набрать уже другую группу детей. И даже сами тренера изъявляют желание поработать еще и с другими детьми, с другими поражениями. То есть мы приглашаем детей у нас в школу, адаптивное отделение детей-инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата. То есть это могут быть артрозы, анкилозы суставов, контрактуры суставов, то, что ведет к инвалидности. То есть это может быть как приобретенное заболевание, так и врожденного характера. Также могут приходить дети, принесшие полимелит, то есть у них какие-то осложнения неврологические после этого заболевания. Дети, имеющие параличи, конечности, там, верхних или нижних, в результате, допустим, родовой травмы или в результате принесенных каких-то заболеваний. Потом мы приглашаем детей, имеющие поражение отсутствия нижних или верхних конечностей разного уровня. То есть это может быть как отсутствие, допустим, верхней конечности или нижней, или сочетанная, то есть верхней и нижней конечности. Вот таких детей мы приглашаем сейчас заниматься в нашем отделении адаптивной физической культуры, спортом, плаванием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова